Всем привет! С вами Дмитрий из Орла. Это видео я посвящаю любителям каши. У меня значительная часть аудитории пожилые люди, а они, как и я, любят каши. Я еще к тому же вегетарианец. Поэтому каша это постная, можно сказать, кулеш. Веганский такой, безубойный. Значит, как я его готовлю? Вкусно, кстати, получилось. Вот только что сварил, видите, пар идет. Это у меня сотейник с высокими бортиками. Наливаю сюда воды. После этого заливаю, засыпаю сюда. Есть у меня такая смесь, круп, мультизерновая смесь. Куда входит крупа? Пшеничная, пшено, ячневая. Потом это... Что там еще входит? Кукурузная может входить крупа. Разная крупа. Я люблю смешивать крупы. Вот засыпаю. И еще добавляю зерна риса. Ну, рис добавляю. Так, для интереса, для интересной такой фактуры. В общем, крупу я эту варю вместе с рисом. Какое-то время. Небольшое. Потом добавляю репчатый лук порезанный. Видите, тут у меня кусочки репчатого лука еще имеются. Вот. Репчатый лук добавляю. Тоже какое-то время варится. И в конце, почти в конце, я добавляю размолотые семечки подсолнечные. Размолотые блендером. Вот они. Это вместо масла. Я на диете просто. Подсолнечные семечки размолотые блендером. И морковка. В данном случае тоже размолотые блендером мелко. А так можно на мелкой терке потереть. И в самом-самом-самом конце варки добавляю молотый перец горошком. Молотый лавровый лист. Еще можно сюда потереть зубчик другой чеснока. У меня просто сегодня чеснок закончился. Вот я без чеснока. Но я зато две луковицы сюда засунул. И какое-то время настаивается. Получается замечательное, постное, сытное, вкусное. Веганская каша. Можно сказать кулеш. Из риса и крупы. Мультизерновой. Разной крупы. По вашему вкусу. Я сегодня, например, побольше ячневой крупы добавил. А так, в общем, хоть пшеничная тоже. Как вариант. Пшеничная крупа поварить с рисом. Понимаете, тоже интересно. Иногда я вместо риса кладу гречку. Иногда и риса гречку. Но в данном случае, так сказать, для чистоты эксперимента, рисовых зерен добавил и вот сварил. Нравится, вкусно. Даже в несоленом виде. Ну, а если посолить, если сюда колбаски покрошить, если сюда добавить сливочного маслица и хотя бы растительного. О, это вообще будет классно. Ну, у нас как бы вот такой постный вариант. Без масла вообще. Без животных продуктов. Попробуйте, сварите. Мне, например, нравится. Я это постоянно ем. И плохо мне от нее никогда не бывает. Хорошая такая каша. Хороший такой вегетарианский постный кулеш. Сытный. Вот такое видео для вас я записал, уважаемые любители каши. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Всего вам доброго.